Напоминаем, что до Нового года остается всего лишь 11 дней, и эти дни можно провести с пользой. Например, вместе с вашими детьми, внуками, сестрами, братьями или племянниками отправиться на сказочные новогодние представления. Сегодня у нас в гостях Лариса Давидченко, художественный руководитель Дворца культуры железнодорожников, и Ольга Сапко, участница коллектива образцового детского театра «Контакт Дворца культуры железнодорожников». Лариса Борисовна, Ольга, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, какие спектакли покажут в ДКЖД? У нас спектакль называется «Удивительные приключения. Кота в сапогах». Это вот билеты, которые сегодня разыгрываем. Это первый спектакль, который будет идти в большом зале, в концертном. Мы приглашаем наших гостей и жителей города Челябинска 29 декабря и 2 января. А в малом зале Дворца в Театре-студию «Паровоза» у нас тоже идет детский спектакль «Удивительные приключения Бабы-Яги». «Удивительные приключения Бабы-Яги». Ольга, да. А расскажите вот вы мне, а чем будут интересны эти спектакли? Вот почему? К зрителям должны прийти. Ну, наш спектакль, наверное, на извечную тему добра и зла, и наш отважный кот помогает победить это зло. И самое интересное это то, что сами дети участвуют в наших спектаклях. Самым младшим 8 лет, а самым старшим они уже закончили институт и работают самостоятельно. Это какие-то интерактивные спектакли? Зрители могут в них участвовать? Или это зрелище, которое... Ну, вообще, это рассчитано у нас, новогодний праздник, он рассчитан сначала зрелище, сказка, чтобы окунуть и детей, и родителей в такой удивительный сказочный мир, где танцуют, поют и играют дети. А потом они выходят из концертного зала через 45 минут. И там начинается веселье. Да, начинается театрализованное представление, где и Дед Мороз, и Снегурочка, и сказочные герои. В общем, праздник, рассчитанный на полтора часа. Полтора часа. А для какого возраста подойдет вот это представление? Ну, наверное, лет с пяти, да? Да. Оль, с пяти лет. И неограниченно, да? С пяти. Ну, у нас больше иногда родители не выходят из зала, дети маленькие приходят с маленькими детьми. И, допустим, полтора-два годика они начинают, их волнует, им хочется выйти на елочку, посмотреть, потрогать игрушки. А родители смотрят в этот момент спектакль. Некогда ему выходить. Да, потому что зрелище захватывает, да, и родителей, и детей. А вы своих детей поведете на спектакль? Ну, мои дети уже на протяжении многих лет и принимали участие, и играли. Сейчас уже взрослые. А сколько вообще задействовано вот артистов, актеров, танцоров, певцов? Порядка двухсот человек. Это мы сейчас говорим в совокупности и во время массовки, как это называется, возле елки? Да, во время всего празднования нашего Нового года, который начинается у нас 28 декабря и по 9 января. Но поскольку мы дворец культуры железнодорожников, то в первую очередь у нас приходят родители и дети, которые работают, железнодорожники и их детки и внуки. И вот 2 и 29, 29 декабря и 2 января мы специально эти дни отдали нашему городу Челябинску. А кто-то еще вот из телезрителей придет к вам на спектакль. Да, 29 числа. А скажите, а подарки будут? Вот такой вот вопрос. Подарки будут? Дед Мороз же со Снегурочкой придут. Ну, подарки будут, конечно. То есть, если родители захотят своих детей поздравить Деда Мороза, они могут там втайне подать Деду Морозу подарочек, чтобы он получил, ну, как бы так, чтобы ребенок не заметил. У Деда Мороза очень много детей вокруг массовки, поэтому призы Деда Мороз, конечно, подарят детям. А вот подарки подарят родители. Подарят родители или этот Дед Мороз, кстати говоря, может положить под елочку в Новый год. Да, обязательно. Скажите, 200 человек, вы сказали. Что же творится за кулисами в этот момент? Ой, вы не представляете, потому что в основном приходится, вы не представляете. Ну, как-то уже наши дети, они растут во дворце, вырастают, выходят потом из этих стен. И, естественно, что творится, Оля? Расскажи за кулисами у вас. Атмосфера праздника, наверное. Атмосфера праздника, конечно, есть. Есть немножко какой-то суеты, потому что, особенно на первых спектаклях от педагогов и от самих детей, очень много людей, но мы все работаем по плану, поэтому мы зависим друг от друга. Главное взять свой реквизит оттуда, куда ты и не положил. Спасибо большое нашим уважаемым гостям. Обязательно придем на спектакли в ДК «Лезднодорожников», и я думаю, что всем очень понравится. Спасибо большое. И мы хотим сказать, уважаемые зрители, я думаю, что вы не пожалеете ни в коем случае, если придете к нам на спектакль. Вот и пригласили. Наступающим Новым годом. В этой студии с нами Лариса Давидченко, художественный руководитель Дворца культуры «Железнодорожников», и Ольга Сапко, участница образцового детского театра «Контакт» Дворца культуры «Железнодорожников».